ну вот главный организатор фестиваля виктор марков супер известный вам как блогер как любитель крепких напитков по каналу mars club вот сейчас ведь расскажи как дошел до жизни такой как-то такой против держи микрофон слишком много вопросов в одном все к итоги итоги подводить пока рано как дошел такой жизни не был знаком с тобой заочно читал твои статьи наблюдал с тобой в жизни думаю блин я хочу быть как юнич и к этому постоянно стремлюсь просто тема интересна тема обширная тема домашнего винокурения центральной черноземья охвачена не очень сильно поэтому я подумал и решил черта вере я проведу лучший фестиваль и обязательно приглашу юнича спасибо что ты ко мне приехал спасибо да тут дело не держишься микрофон тут дело не во мне ты знаешь а вот в развитии самой темы потому что это ведь по сути творчество людей они через этот напиток реализуются и ты им помогаешь в этом смысле пообщаться друг с другом стать как бы более известными своем кругу и среди широкой публики вот ну какие у тебя планы на будущее может быть как-то быть увеличивать количество фестивалей так далее ну а увеличение количества фестивалей еще говорить пока принципе рано надо как вы знаете цепят по осени считают сейчас мы подведем итоги которые благодаря чему-то придем чем да может проходить проходите мимо я пока не знаю не готов ответить на этот каверзный вопрос но перспективы конечно же как выдохнешь так больше разруливать да сейчас ну ты видишь я длинный день с утра скажи самый вкусный напиток который тоже попробовал самый вкусный напиток который я попробовал это будет наш с тобой какой-то напиток который мы с ними вместе в одном ролике его обсудим на чехол могут быть только горы на которых еще не бывал ждем совместного ролика за с клубом за спасибо юра спасибо все давай бродили бродили по выставке дошли до сергей кислово этот товарищ делает вино и напитки не где-нибудь а в раменском я участвую в раменках ты в раменском вот поэтому я хочу несколько слов дать то что как практически земляк московскую область но такой спектр напитков прекрасный есть даже вина сергей пару слов про себя про свое мир ну винодельну как это назвать про свое увлечение держи микрофон забраска да добрый день друзья меня зовут как уже сказали кислов сергей живое в городе равенском москова подмосковном у нас домашние в первую очередь это винодельня вина корня так и называется одноимённых кислов мы занимаемся в первую очередь классическим виноделием ну со своей страны я почитаю идти в сторону франции это бордовские сорта бордобленду и такие трансконтинентальные сорта признанные во всем мире международная наша домашняя винодельня обладает широким и полным спектром хорошего профессионального оборудования которые есть не на каждой как я заметил по нашим винодельням профессиональные винодельня не каждый обладает поэтому мы можем применять самые различные типы винификации любые способы экспериментируем изображение в бочках изготавливаем красные белые само собой преимущественно сухие вина ну и также побочным продуктом нашего увлечения скажем так нашей домашней работы являются продукты на базе виноградных спиртов это разнообразные настойки наливки но это исправить у тебя и калий новая и малиновая это такие в общем то вкусняшки которые кто-то любит кто-то нет но это не совсем классика но с этими напитками мы все-таки постараемся поддерживать первую очередь русскую культуру вина курение это такая тема дворянства конца 18 первой половины 19 века когда дворяне которым был пожалован государем владения перегонным кубом выгоняли далеко не каждый дворин может мог это сделать потом ротахи исчезают не выдержав конкуренции с менее более дешевыми с потокачами и прочим и мы эту тему сейчас активно возрождали но все же я вижу сколько порядка 16 видов или сколько я не считал порядка 15 17 с собой но в машине место ограничено поэтому вообще порядка 50 номинований вот но все-таки это прежде всего это виноделие и сидроделие в небольшом количестве как тебе фестиваль как публика публика замечательно это один из самых светлых фестивалях где я был а я был практически на всех и участвовал в жюри и выигрывал это один из самых светлых фестивалей здесь ничего не давит здесь очень добродушные люди и вообще в воронеже я не первый и надеюсь далеко не последний раз но круто молодец спасибо друзья мои вот ярославцы которых все знают на всех фестивалях и черский снимал постоянно но это уже такие энтузиасты фанаты крафтового дистиллирования нашего искать великого дела что я уже не знаю что нового про вас можно рассказать но тем не менее как вам воронеж ребят как вообще в воронеже обстановка и что вы здесь представили может быть новинки какие-то держи микрофон сам рассказал вроде же все спокойно слава богу в воронеже мы уже не первый не второй и даже не в четвертый раз на всех лигах мастеров мы были на первой мы заняли все что только можно было занять получили гран-при фестиваль и с тех пор мы только судим и выставляем свой стенд потому что надо давать дорогу молодым как известно и мы уже призовые номинации не лезем а если можем лезть естественно только призовые нам деньги дают за то что мы красивые точно но дают мало это это нас с вами родит так что в принципе все классно все здорово лига мастеров фестиваль который организован в россии на одном из лучших уровней но есть куда стремится это новенького привезли новенького привезли мы все уже собственно выпили все было новенькое представлены на мастер-классе сегодня у нас до была наша старка вы ее можете увидеть еще на следующих фестивалях на специальных дегустациях был наш на крепком мире увидим мало на крепком мире вы нас в любом случае увидите хотя он теперь спиритория называется потому что не было ни одного крепкого мира который мы пока не посетили в качестве экспонентов с нами может потягаться наверно только один или два экспонента которые там остались так что мы конечно будем ну и плюс следите за программой будем но я дегустации ярославль с воронежем дружба наверх конечно как же у нас вообще ярославль со всеми дружит пока перестает дружить мы очень дружелюбно все ребят спасибо удачи вам спасибо ваших напитков а также представили некоторые вкусные наливки гольким профилям сладкий одна из наших новинок сегодня я сейчас покажу это вот такая вот черри бомб это у нас топовая наливка которая это вишня да это вишня с косточкой приготовления мы добавляем бобы тонко это интересный такой вот эти бабок очень ароматный имеет нотки горечи нотки ванили открывается как-то вот так поинтересно поэтому но надо налить мне так вот ты говоришь так прям афетитно так я пойду я побежал за рюмкой надо уже на любви сегодня вам об этом сказать что приготовили в рамках конкурса вкусную такую вишневую наливочку ну а так же у нас можно попробовать и ананас маракоя манго можно попробовать доминиканскую маму туану с кореньями и мелодом то есть все так сказать на на вкус и цвет пожалуйста все понял сейчас я за рюмкой схожу и попробую сначала мы пробуем просто наливку тем временем тем временем я сейчас расширял звук а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Увидели ребята в занимательной форме, хотим спросить, что такое значит вообще, и для чего это, и как. Ну-ка, разойдитесь, а покажите, за вами же нары. Это нары. Мы с собой взяли из Питера, чтобы... А, ну, на чего? Тут гостиницы дорогие в Воронеже? Да, 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 и на поезде передвигаться удобно. А что за тема? Расскажите, а почему такие костюмы? Костюмы вообще-то просто банально. Первый фестиваль, на котором я был, это Ленинград-Стакан. И мне было неинтересно идти к Агуджинску, еще что-то. А у меня от тематической вечеринки остался такой костюм. Я его просто надел, чтобы было весело. А ко мне это как-то прилипло, да, вот полосатый-полосатый, как вот и оно пошло. И так, где на всех фестивалях меня узнают по этой форме, бренд для своих, как бы, вот. И пришлось уже это применить, как уже все неотделимое, да? Но это как-то отражается на вкусах, там? Нет, на вкус не отражается, это чисто антураж. Вкусы этого идут сами разработки, сами эксперименты. А это связано с Петербургом как-то? Да, наверное, больше нет, сургетой антуражкой. Что привезли, что показываете? Ну, есть один из наших напитков классический, петербургский, белые ночи на кокосике. А, ну, неплохо. Ну, давай, наливай, будем пробовать. Это самая слабая моя линейка, 25-28 градусов, остальные мне все 38 градусов. Райское наслаждение. Бамы, да? Ребята, расскажите, что представляете. Ну, приехали мы из города Киров, не совсем близко, не совсем далеко. Привезли, получается, с собой преимущественно зерновые дистилляты. Один дистиллят выдержанный, в бурбон номинацию ушел. И дистилляты там в белом виде. О классической технологии перегонки, тройной, а на прямоточном медном оборудовании. Круто, слушай. Немножечко для девушек привезли ликеров, джин, такие напитки. Слушай, я вижу, у тебя крем-ликер, как бы, я прям заинтересовался. Давай, надо дегустировать будет. Есть два варианта. Есть Беллис Стайл и Малибур. Давай с Беллиса начнем. Ближе оба, но начнем с Беллиса. Ага, достаточно. Мне ребята нарили копченую вишню, там у меня прокоптилась рюмка. Невозможно просто. Ну, может, какая-то попадается на дереве. А что вас заставляет из Кирова приехать сюда, так далеко? Не знаю, любовь к людям, там, вы хотите показать, пообщаться. Друзья. Да, то есть здесь много друзей, с которыми вы имеете общий интерес, вот эта дистилляция. А в Кирове много дистилляторов, таких самогонщиков, нет? То есть вы такие одни там фанаты. Да, у нас получилось. Ну, вы в Москву приезжаете? В Москве не были. Не получилось, не поехал. На Ленгаран не поехал. Мы вот решили сюда съездить и по осени получаться. Собираюсь в Тольятти ездить на фестиваль. Там уже забронировали столик. Посмотрим. Ребят, я хочу сказать про вот этот Бейлис. Это просто потрясающе. Спирт-то вообще не чувствуется. Приятный, молочный, мягкий вкус. Просто отличная тема. Молодцы. Очень здорово получилось. Спасибо. Спасибо, Киров рулит. Вот прямо меня находят люди, мои подписчики. Как вас зовут? Павел. Павел. Вот Павел, Красноярск. Из Красноярска. Красноярск. Красноярск. Именно для этого мероприятия. Да. Город Канск, да, слышал про такое. Там Каннский ликеровочный завод есть. Бывший. Нет, он сейчас закрылся. Нет, все, да. Я его помню еще. Хорошая продукция у него была. Капитанский джин. Да, да, да. Моя молодость с него началась. Ничего, вырос на джинне нормально. Павел, слушай, пару слов. Возьми микрофон. Ты вот приехал из Красноярска реально на это мероприятие? Да. Я за полтора месяца взял билеты. Ну и логистику. Ты как посетитель или у тебя тоже есть свои дистилляции? Я приехал, ну, по билету Голд, я вчера еще был. Просто посмотри, как это все организовано. И, наверное, в будущем, может, год-два я, наверное, что-то тоже привезу. Круто, слушай. Ну, здесь что-то такое самое вкусное попробовал, классное? Я первый день забегал с кальвадосом. Очень понравился кальвадос. Ближе, чем кажется ребята. Ага, я подойду к ним. У них интересный кальвадос. И второй интересный. Сейчас, не могу сказать, очень много перепробовал, но два интересных есть напитка. Ну, вообще, весело здесь, классно. Нравится себе обстановка. Ну, что, ну, люди такие выхимшие, веселые, добродушные все. Ну, хорошо, да, но главное, вот ты согласен, что это такой, как бы, творческий процесс от приготовления этих дистиллятов? Абсолютно, абсолютно согласен. И что эти люди, они как художники каждый, да, то есть они... Да, это даже с вопросов нет. То есть нет цели напиться? Цели напиться можно с друзьями, сесть там, под селедочку. А здесь, ну, ходишь, пробуешь, ну, вдруг в какой-то момент устал, пересидел, газовал, пошел там, покушал, вернулся, еще раз продолжил. С ней мероприятие классное, ну, слов нет просто, душевная обстановка. Ну, здорово. Самое главное, что я вас увидел. Спасибо. И как обещал, ваши мужественные руки. Спасибо. Чешскому привет. Хорошо, передам. Все, пока. Так, подошли больше, ближе, чем кажется. Это Whiskey Dreams. Ребята, у них есть телеграм-канал, у них есть виски-курни, как правильно сказать? Ну, дистиллерия, да. Дистиллерия. Виски-курни, конечно, такое слово, как не очень, да? Виски-дельня. Вот, на самом деле, очень много работы с Солодом. Дим, расскажи так вкратце о своей компании. Ну, это не компания, не юридическая, а команде, да, людей, которые увлеклись этим делом и вот за своим увлечением сюда приехали. Да. Возьми микрофон. Мы образовались в 2020 году, как люди, увлеченные получением России в российского виски. И прилагаем к этому постоянно изо дня в день усилия не только сбродить, там бы перегнать, затереться, а именно немножко все-таки научный подход для того, чтобы понимать, что ты делаешь. То есть, когда делаешь дистиллят, отдаешь его на анализ в лабораторию, получается раскладка по веществам, которые там состоят. Соответственно, у нас есть образцы уже этих анализов с шотландских винокурин, дистиллерий, вискокурин. Вот, и, соответственно, идет... Образцы чего? Солода или уже виски солода? Образцы нюмейков, которые проведены, газо-хроматографический анализ, где разложено содержание веществ. И, соответственно, у нас идет работа, ну, как сказать, по подгонке. То есть, такой научный подход. Совершенно верно, да. Вот достижение тех же показателей или похожих, примерных к этому, и идет осознание технологического процесса, корректировки вот для того, чтобы достигать этих же результатов. И, соответственно, как вы знаете, виски делается не только в одной бочке. Для этого нужно хороший нюмейк получить. А бочка, она приукрашивает этот нюмейк, добавляет свои нюансы и какие-то особенности. Ну, так вкрасно, если... Давай попробуем. У тебя был кальвадос интересный. Да, есть кальвадос. Выдержаны три года в бочке STR. Это старая бочка винная, которая отработала уже с вином. И, соответственно, мы произвели очистку внутреннюю поверхность от отложений. Соответственно, потом производилась пропарка, не пропарка, а, так сказать, на закрытом мангале пропекание было. Соответственно, просто пропекание уже шло горячий обжиг огнем. И такой подход, на самом деле, мы его сами не придумали. Есть известные личности виски индустрии, которые эту технологию разработали. И мы, опять же, пытаемся достичь этого же результата. Очень круто. Очень круто. Такой копченый тон, но под ним очень такой яркий фрукт, приятный. И, конечно, надо брать хороший бокал и сидеть долго с ним. Да, совершенно верно. Так, давай. И у тебя второй был интересный, который в Allorosa после Heresa. Да, есть также у нас результат нашего труда. Трехлетние виски выдержаны в бочке Allorosa. Allorosa это Heres испанский. Сезонированная бочка. Сезонированная это значит под какой-то сезон? Да, под сезон виски. Слушай, наверное. Значит, сезонированная бочка, это имеется в виду то, что бочка была изначально сделана из американского белого дуба, привезённого из Америки. Произведена она в Испании. Соответственно, когда бочку сделали, её обожгли. Залили туда испанский Heres из Heresного треугольника, соответственно. Продержали не меньше года. Ну, год или полтора, по сути. Соответственно, эта бочка насытилась хересными ароматами, тонами, слилась. И, соответственно, уже мы привозили эти бочки сюда, в Россию. Мы продолжаем это делать. И, соответственно, залили туда неумык три года назад. Результат сейчас у вас в бокале. Потрясающий результат. Это бочковая крепость 48, да, здесь? На самом деле нет. Мы немножко подразбавили для того, чтобы оставить... Он ещё крепче был. Конечно. Бочковая крепость... Это 57 был, да? Да, бочковая крепость мы заливаем где-то 63 с половиной. За это время она чуть подсела. Ну, для того, чтобы насладиться здесь на конкурсе, как бы бочковую крепость лучше не приносить. Потому что... Ну, не только все идеи, которые могли бы это расследить и понять. Очень приличный уровень. Композиция настолько сложная, что я в этих условиях даже разбирать её не могу. Но он, конечно, дымный. Вот, дымный. Он такой насыщенный. И в нём есть и фрукт, и карамель. И вот всё то, за что мы любим выдержанный продукт. Спасибо, Дима. Я думаю, мы ещё встретимся. Спасибо большое. Увидимся. Так, расскажите, что за стенд у вас, что представляем. Микрофон возьмите, говорит. Здравствуйте. Частная винокурня «Тести-зять». Занимаемся дистилляцией с 2015 года. Ну, как бы прошли, как и все, зерновой путь. У нас есть зерновые напитки. Вот. Но последние несколько лет плотно занимаемся джиннами. Вот. И как бы представляем джины. Ну, на основе дистиллятов все. Нет, джинны делаем, то есть, по европейскому регламенту, как нужно. Это зерновой нейтральный спирт, перегонка с ботаникой. То есть, как бы, всё как нужно. Пайп, ну, то есть, не компаунд, а всё-таки перегонка, да? Нет, конечно. Джин не составной, то есть, классический дистиллированный джинн. Вот. Мы привезли несколько джинов. Это классический лондонский джинн. Джин Нью Вестерн. Это, то есть, новые западные джины, где можжевельник уже не доминирующий. То есть, американцы, там, порядка 10 лет назад решили, что нам не нужен, как в Лондоне, мы хотим что-то другое. Как бы, тоже есть вариант. И один вариант джинов есть, это, типа, по-французски, скажем так, технологии. Ну, то есть, перегонка такая же, как и здесь технология, но за основу взяты именно фруктовые спирты. Давай французские попробуем. Как делают французы, они берут, там, у них есть несколько домов, коньячные, кто делает львадос. То есть, они свои спирты перегоняют несколько раз, чтобы максимально сделать нейтральными, и уже на основе их делают спирты. Еще порекомендую вот эту вещь. Это не вестом, то есть, можжевельник здесь не доминирующий, а тут более фруктовый, цветочный оттенок. Да. Такой какой-то розовый, он такой цвет, он такой нежный. У вас такая упаковка, прям какая-то красивая. Мы стараемся, чтобы красиво все было. А почему тесть взять? Слушай, мы, когда начали заниматься винокурением, вообще тесть захотел всем этим заниматься. Вот, типа, давай купим самогонный аппарат, начнем. А где он? Он сегодня не приехал, он с внуками. Сегодня я решил взять супруга отдохнуть. Вот, и он говорит, давай заниматься. Потом получилось так, что мы заказали самогонный аппарат, он приехал. Тесть уехал отдыхать в Железноводск, и пришлось как бы самому во всем разбираться, и в итоге уже, как бы, скажем так, образовался бренд. Ну, классно. Как тебе публика, как народ, как радуются, какие отзывы? Слушай, на лиге впервые, вот, но как бы здорово. То есть вчера пообщались с винокурами, все отлично, в такой камерной обстановке, все спокойненько. И сегодня публика, да, приятно, люди подходят. Очень рад, что, во-первых, люди стали интересоваться, люди стали, самое главное, разбираться в напитках. Потому что, да, это не как, там, несколько лет назад, многие приходили, там, условно набухаться, как бы, да. А сейчас уже люди приходят, они узнают, какие джинны, что такое хлебное вино, виски, то есть, да, культура питья с каждым годом растет и растет. Ну, классно. Все, спасибо. Меня всегда интересовало, как оборудование для производства домашних дистиллятов, вот, подошли к компании, ну, наверное, хозяин сам скажет, представьтесь, и как называется компания. Водите микрофон, да, если вам так лучше будет. Меня зовут Алексей Петров, мы представляем компанию Дистилл, официального представителя, производителя медных аппаратов завода ДЭС, который находится в Сербии. Угу, у нас представлена полная линейка медных дистилляторов компании ДЭС для бытовых, так и для промышленных производств. А почему именно Сербия, то есть, это, у них какой-то богатый опыт. Я просто недавно, кстати, делал дегустацию сербских вин, ну, высокого уровня там, где Лена такая компания была, то есть, серьезная. Уровень, конечно, очень высокий, но они там, конечно, хотят много денег за это, за вино, там 50 евро бутылка и так вот, серьезно. Вот, но, я надеюсь, оборудование не такое дорогое, то есть, но... Оборудование стоит своих денег. Сербия имеет очень давние традиции по инокурению. Соответственно, у них никогда не было борьбы с самого наварения, поэтому в каждой семье умеют делать графию. Это национальных напиток, то есть, на факту это бренди. Белые либо выдержанные. Соответственно, могу предложить, если хотите, попробовать. Такое вы не пробовали. Я сейчас попробую обязательно. Еще один вопрос. Как вам мероприятие? Вот, нашли ли вы здесь своих потребителей, так, единомышленников? Мы участвуем ежегодно, уже в четвертый раз, то есть, у нас это Лига Мастеров четвертая, мы каждый год участвуем. Надеюсь, нас будут снова приглашать. Мы не гонимся за сиюминутной выгодой. Мы работаем на будущее. Медь или сталь? Только медь. Только классика, только медь. Хорошо. Только медь. Давайте пробовать. Что вы мне... Давайте начнем... Ну, давайте с груши. Это дистиллят через джин-корзину? Нет. Это чисто... А, дистиллят именно грушового, то есть, фуаре, по сути, да? Да, берем грушу, перемалываем в нее пюре, фразовым, перегоняем в дворах. Такой... Знаете, такой был компот и сухофрукт, но потом вот эту грушу доставал, так вот ее... Такой запах... Аромат детства, да. Да, да, я понимаю, что Вильям такая длинненькая, зеленоватая такая. Это не дюшер. Отлично, аромат исходного сырья очень чувствуется. Еще один вопрос. Как вы думаете, ну, рынок вот этого домашнего дистиллирования, вот этого такого крафтового алкогольного творчества, он развивается в России? То есть, он, ну, он растет, есть в нем потенциал для вас и вообще для... Потенциал есть везде, всегда, тем более, когда сейчас у нас разрешено самогоноварение для домашнего употребления. Уже, в принципе, наверное, каждый либо гонит, либо гонит его друг, родственник, сосед, кто угодно. То есть, сейчас он очень сильно распространен, но и главное, донести до людей опыт, как получить качественное напитание. Что мы стараемся? Ну, вы поставляете не только вот железку, но и технологию, да? Да, конечно. Вы можете рецептуру какую-то предоставить. Мы работаем как с бытовыми, так и с промышленными заказчиками для нас. Ну, круто. Что говорить? Круто. Все, спасибо. Спасибо вам. Хорошего дня. Спокойно, Маша. Я Дубровский. Подождите. Первый, у кого мы решили взять интервью, это Руслан Брагин. Он член жюри этого мероприятия. Ну, вы все его прекрасно знаете. Часто появляется на канале у Игоря Черцкого. Сегодня Руслан работает в компании Ford, руководителем крепкой спиртной группы, бренд-менеджером крепкой спиртной группы. Вообще у него богатый очень опыт работы в алкогольной отрасли. Наверное, это один из самых древних таких мастодонтов, которые подымали и строили алкогольный рынок России. Я пару слов, Руслан, о том, как мероприятие, значение его в жизни России и так далее, и так далее. Держите микрофон и сами говорите. Домашняя дистилляция – это высшая стадия кулинарии. Это вот мое твердое убеждение, потому что там и на грани науки, и искусство. То есть там и техника замешана, и рецептуры, и кулинария, и все. Мне очень нравится в Воронеже на конкурсе «Лига мастеров». Я уже не первый раз приезжаю сюда. Люди очень стараются. Я вот по тем категориям, что мы уже успели отдегустировать, сделал для себя вывод, что класс растет домашних винокуров. Очень интересные рецептуры необычные появляются. То есть люди не просто из интернета делают копипейст, а придумывают какие-то интересные вещи там. Наливки, настойки со вкусом штруделя. Используют яичный белок, что достаточно сложно. То есть не копируют просто там лимончелло, наливка, настойка, клюковка, клубничка. Может, это какие-то древние рецепты? Ну, все в интернете есть. То есть вот, вы знаете, я занимался историей русской водки. То есть опубликованы книги, они выложены. То есть вот открой ты книгу 1796 года, там «Винокур и дистиллятор». И сделай как там. И получится как на машине времени, если перенесешься в этот... Ну, а здесь вот я оценил именно фантазию. То есть индустрия движется вперед. Вот мои ощущения от фестиваля. То есть это здорово, это надо продолжать, это надо, безусловно, развивать. В каждом городе гонят самогон. В каждом городе работают домашние винокуры. И это творчество. Я считаю, что вот можно сделать федеральные какие-то конкурсы на основе региональных. Вот это должно развиваться. То есть это безумно интересно. Спасибо, Руслан. Ильин, ну, закрой. Так, вот мы зашли в судейскую коморку. Здесь работает жюри конкурса, в который я тоже вхожу. Я отлучился и халтурю не судю. Хотя вчера попробовали 100 образцов. Сегодня будет попробовано 200 образцов. То есть две группы жюри судят образцы. И чудесные люди. Леонидович, повернись очи долу. Вот это форпост, так сказать, нашего судейства. Это Игорь Чепкасов, Ирина Денисова. Игорь по кличке Леонидович. Вот, то есть он как бы судит. И очень, кстати, грамотный специалист. Это всем известно. Игорь, пару слов для журнала High Life. А Ирина дожидается своей очереди. И блистает красотой просто так, пока что. Как тебе образцы? Были ли какие-то интересные? Что понравилось? Дело в том, что организаторы этого конкурса, они очень добрые люди. Они разрешают все. Вот вы и сделали немножко не так. Давай, нормально. Мы попробуем, скажем, что это хорошо. И вообще, поэтому мы столько попробовали всего. Дай всем Бог здоровья. Вот, но я думаю, что им нужно ставить очень жесткие оценки. Прямо такие низкие, если мы чувствуем, что что-то нехорошо. Для того, чтобы они в будущем были более искушенными кистиллянами. Ну, а есть то, что удивило прям вот? Есть то, что удивило и в негативную сторону, и в хорошую сторону удивило. Поэтому я сговорить не буду, а то, что конкретно что-то удивило. Но... Твоя любимая категория крепких напитков? Моя любимая категория, это, наверное, пиво, которое пропустил. Светлое пиво. А крепких? А из крепких, это же моя любимая категория. И там были тоже и провалы, и очень красные вещи. Так, теперь вот Элиночка Денисова. Это женщина-мушкетер. Бренд-амбассадор Романика в России. И вообще титулованная особа. Я так сзади, как тебя, так опахалом, так опахаю. Вот. И она звезда, звезда жюри. Просто прекрасная леди. Скажи пару слов, как тебе образцы, дорогая? Ну, в целом, вообще, все интересно. Но соглашусь с коллегой. Подходить нужно жестче к отбору. В том смысле, что хорошо, когда люди работают, стараются, дерзают, мечтают. Но еще предстоит много работать. Вот мое мнение. И, в общем, мы здесь второй день этим занимаемся. Ну, в общем, дальше работать, стараться. И через тернии к звездам. Элина, скажи, а ты вот многое путешествовала и пробовала домашние всякие напитки разные в разных странах. Вот мы сейчас, Россия, скажи мне, по именно домашнему дистиллированию, мы выходим все-таки на какой-то определенный уровень? Я думаю, что мы к нему стремимся. Ну, ты попробовала здесь такие прямо явно удачные образцы, хотя бы там один из десяти? Были интересные, да, безусловно. Ну, примерно, наверное, вот по моему мнению, я же тоже с вами пробовал, по моему мнению, где-то процентов, наверное, 20. Ну, то есть из десяти где-то 2-3 образца уже выходят на очень приличный уровень. Соглашусь, но я не такой большой процент даю. Ты, видимо, добрый, а я... Мы бы и газлай. Есть, есть. Ну, да. Ну, хорошо, тогда один из десяти. Наверное. Наверное, да. То есть, еще раз, интересные образцы есть, мы не будем пока их называть, у нас все-таки будут результаты оглашены. Вот, но, правда, и работы много предстоит, и молодцы, что стремятся, дерзают и, в общем, пробуют свои силы, так скажем. Хорошо, спасибо. Так, ну, здесь уже у нас Руслан, Брагин, вот Олег. Олег, скажешь пару слов. Сыровар, сыровар, винодел, мясодел, мясодел, винодел, у тебя ферма. Винокур, ну, по сути, да. По сути, да. Понимаешь, какое-то время началась истерика от того, когда закончишь на центральный рынок, да, видишь отвратительную квашеную капусту. Отвратительное сало, отвратительный квас, и пошел по-отвратительному. Меня прям, вы знаете, меня называли кретином, понимаешь, я не мог против него не раскритиковать то, что люди делали. Сейчас, да, ну, кстати, не совсем, но поправляйтесь, хотя бы единственное окошко, то, что люди здесь чем занимаются, небольшое такое окошко, пытаются сделать что-то от себя и пытаются, ну, знаешь, людям хотя бы стыдно, да, вот они на фоне других вещей, ну, вот здесь ошибаюсь. Тут сидят торгаши, тебе в тюхель вот это вот сало, понимаешь, ты понимаешь, что это не сало. Нет, тебе хочется немножко... То есть, лучший способ получить хороший продукт, сделать его самому. Изучить его самому, понимаешь, когда люди изучают продукт по ютюбу, я прошу прощения, я в это, ну, у меня ни разу ничего не получилось. Мне приходилось считать книги, причем книги не просто постсоветского периода, советского периода, революционные книги, я достал много книг, там, старых-старых, старых, ты читал, читал, изучал технологии. То, чтобы понять, что это в сырах, мне пришлось окончить, действительно получить диплом сыровары пятого разряда. Это не потому, что я пытаюсь что-то продать. Я несколько лет сдавал экзамены, несколько лет обучался этому делу, я разобрался во французских сырах, достаточно сканально, любое. Любое я сделаю, теперь просто вот дай мне сыр, я его понюхаю, попробую, я его сделаю. То же самое, как в одно сдали, фруктовые дистилляты. Собрал яблочки, три сорта не получилось, недостаточно, не ароматно. Собрал пять сортов, а вот добавил девятую дикую грушу, и запах пошел. Вот этот вот изюм ловить, изюм ловить, ну это, наверное, у меня все-таки от мамы. Она у меня когда-то была главный технолог в Кишиневе, кондитерского дела. И я, наверное, от нее, знаешь, вот эти вот пирожные с детства, я понимал разницу, что такое сгущенка, а что такое не совсем сгущенка. Ну круто, как тебе образцы, которые были в целом? Несколько вчера мною было одобрано таким образом, да, понравилось. Понравилось, я не знаю, что досконально, ничего, но просто искренне они где-то получили мою оценку неплохо. Ну вот, были образцы, конечно, не совсем достойные того, чтобы прям им представлять, над ними следует работать. Пиво сегодня достаточно слабенькое, слабенькое, скажу прямо. Но, тем не менее, люди, по крайней мере, не допортачили. Категория водок, ну да, да, что-то, что-то какие-то. Ну вот, ребята дают цифру 10% дузакийских хороших образцов, среди всех. Я даю побольше, 20-30. Хорошо, не обижаю тебя и ребят, 9. Хорошо, ладно, все, Олег, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА